Всем хай, вы на канале NoCoop, и сегодня я хочу вам представить свою сборочку под названием Vanillite, или же Vanillite, называйте её абсолютно как угодно. В чём же суть сборки? В принципе, она уже и так понятна из названия. Я знаю, как сильно вы любите моды, которые вписываются в стилистику ванильного Майнкрафта, так вот специально для вас я собрал вот такую сборочку, в которой все моды буквально собраны специально в таком стиле, чтобы ни один предмет, блок и так далее не выбивался из стилистики Майнкрафта, не было каких-то супер детализованных моделек или каких-то HD скинов, всё выполнено в том самом стиле, в котором Моджинг создаёт любимую нашу игру Майнкрафт. И сейчас я вам подробнее расскажу про эту сборку, и вы узнаете, какие вообще здесь есть моды, и что вас вообще ждёт в вашем приключении. Перед просмотром не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать своё мнение в комментариях, вы знаете, как для меня это важно, и как ваша поддержка стимулирует меня снимать новые видосики по модам на Майнкрафт. Но мы не теряем ни секунды, переходим к нашему, наверное, обзору сборки Vanillite. Погнали! И начнём мы с вами с того, что я освещу 6 очень важных моментов об этой сборке. Первое. Какая это у нас версия? Вся сборочка у нас с вами собрана на 4G, на Майнкрафт версии 1.16.1. Сколько же в этой сборке модов? Здесь всего 44 мода на данный момент. Где скачать эту сборку? По ссылочкам, которые находятся у нас с вами в описании. Как пройти эту сборку? Всё очень просто. Точно так же, как и всегда вы проходите Майнкрафт. Вы считаете, что будете проходить ванильный Майнкрафт, просто расширенный с намного большим количеством разного контента, который будет встречаться у вас на пути? Но никаких драконов хаоса вам побеждать не нужно, и никакие ядерные реакторы строить не нужно. Почему на этой сборке так мало модов? Всё очень просто, потому что эта сборка фактически шаблон для того, чтобы вы самостоятельно могли её как-либо расширять. Ведь большая часть модов, которую я собрал для этой сборки, была специально собрана таким образом, чтобы было как можно меньше возможных конфликтов с другими модами, которые вы захотите установить. Потому что моды здесь все качественные, и сама по себе сборка, кстати говоря, очень даже стабильная и не крашится. И последнее, что же в этой сборке такого особенного? А я вам скажу, ребятки, что специально для этой сборки я перевёл 10 модов на русский язык. У них вообще никакого русского перевода не было, они были полностью на английском. Перевёл некоторые из этих модов для того, чтобы, играя в Майнкрафт на русском языке, у вас ничего не выбивалось из стиля, и вы видели абсолютно все вот эти вот вещи, которые вы будете находить в вашем выживании, переведёнными на русский язык. Помимо этого, в двух модах из сборки у нас с вами присутствовали некоторые откровенно трэшовые текстуры, которые были буквально созданы в пейнте. В остальном же эти моды очень хорошие. Так вот, эти самые трэшовые текстурки я у себя в этом самом текстурпаке заменил на вот такие вот слегка более отполированные мои собственные текстурки. Сразу скажу, их очень мало, и я заменил только вот такие плохие пейнтовские текстуры. Остальные я не трогал, так что не бойтесь за них. Для того, чтобы воспользоваться моим паком, вам достаточно зайти в настройки, наборы ресурсов, и здесь вы найдёте No Cups, Ванилайт Пак Финал. Ну а теперь пришла пора посмотреть, какие же моды у нас с вами установлены на этой сборочке, и какие из них за что отвечают. Сразу скажу, что большую часть из этих модов я уже снимал как обзоры на своём канале, поэтому если вас какой-то конкретный мод заинтересует, но вы не знаете его полностью, то вы без лишних сложностей во время понравившегося вам мода можете нажать по всплывашке в правом верхнем углу, и тогда вы перейдёте, собственно говоря, на видео как раз-таки по этому моду. Либо же в описании вы можете найти в общем списке всех модов, там также будут добавлены ссылочки на видеообзоры. Ну что же, и давайте смотреть, какие же моды у нас с вами здесь есть. И первый масштабный мод у нас здесь, это, конечно же, Кварк, который у нас с вами не только будет расширять генерацию мира новыми пещерами, подземными биомами и новыми деревьями, но и также добавляет просто неимоверное количество различных новых фишек, начиная от различных блоков по типу гравитационного песка, который от редстоуна начинает падать вверх, и заканчивая какими-либо различными бумерангами, которые могут с расстояния подбирать различные предметы и блоки. Нововведений здесь неимоверное количество, и все они выполнены настолько качественно, что этот мод поистине признаю самым лучшим в этой сборке. Второй мод это аддон для Кварка, Кварк Одит, из которой добавляют трубы, рюкзаки, магниты, шкура разорителя и много чего еще. Йонгс Беттер Кейвс это небольшой мод, который добавит несколько новых разновидностей в генерации пещер, что сделает их чуть более интересными. Этот мод помимо всего очень хорошо совместим с Кварком. Йонгс Беттер Майншафтс мод от того же разработчика, который у нас с вами будет изменять не пещеры, а уже заброшенные шахты и сокровищницы, добавляя им различные варианты в зависимости от того, в каком биоме они у нас с вами сгенерировались. Мод Репорпоуза Структурс, который добавит 36 новых структур в вашу генерацию мира в Майнкрафте, все они выполнены полностью в стилистике Моджинга и построены из ванильных блоков. Среди них бывают и джунглевые крепости, и различные закопанные хижины, болотные деревни, пирамиды в мезе, адские ванпусты и много-много-много чего еще нового. Мод Хантер Иллоджер у нас с вами добавляет одну новую генерацию, это охотничий домик Иллоджеров, в которых как раз таки появляются Иллоджеры-охотники, которые обладают у нас с вами уникальным искусственным интеллектом и будут охотиться на различную живность, добывая тем самым себе пропитание и ресурсы. Мод Атмосферик это качественное дополнение для генерации вашего мира, потому что он добавит целых 12 новых биомов, а также огромнейшее количество различных декоративных и функциональных блоков и предметов. Мод Аутумнити добавит очень красивый и живописный биом на тематику осени, в котором у нас с вами будут обитать гигантские улитки, но что самое круто, этот мод добавляет блины в Майнкрафт. Следующий мод это Ханами, он придется по душе не только любителям японской культуры, но и также всем людям, которые просто любят красивые и прикольные виды. С этим модом у нас с вами появится новый биом это лес и сакур, который имеет кучу своих вариаций, в котором у нас с вами будут появляться красивые деревья, а также живописные прудики с бамбуком вокруг. Мод Фармерс Делайт, который у нас с вами добавит огромнейшую кучу новой растительности, разные упакованные овощи в ящиках, далее очень красивые декоративные блоки для создания кухонь, жаровню, а также котелок, при помощи которого вы сможете создавать огромнейшее количество блюд, приблизительно как в игре Дон Старф. Мод Апгрейд Акватик это очень известный и очень качественный мод, который значительно расширит ваши речки, моря, добавив сюда новую растительность, новую живность и также огромную кучу различных новых декоративных блоков. Но самое кайфовое в этом моде это конечно же Острозубы, новые подводные существа с уникальной механикой боя. Мод Аквакалчур, который добавит в игру огромнейшее количество различных новых рыб, которых вы можете встречать в самых разных природных условиях, а также добавит модульную систему улучшения удочек из этого мода, приблизительно как у предметов и стингерс констракта, а также получаемые во время рыбалки различные сундуки с сокровищами, из которых мы будем получать всякие ценности и даже целый сет снаряжения, который будет получаться только при помощи рыбалки. Мод Combustive Fishing у нас с вами тоже на похожую тематику, потому что он связан с рыбалкой, но с рыбалкой не в верхнем мире, а с рыбалкой прямо в аду в лаве. С этим модом появится огненная удочка, при помощи которой вы сможете вылавливать новых обитателей, которые у нас с вами появляются в лаве, а также эти самые новые рыбы у нас с вами появятся и в виде мобов и будут плавать сквозь лавовые океаны. Мод The Energetic Expansion, один из лучших модов от команды MC Abnormals, который значительно расширяет энд и добавляет сюда сразу несколько новых биомов, самый известный из которых это Пуазовый лес. Мало того, что этот биом сам по себе у нас прекрасен, так здесь еще есть полное взаимодействие между растительным и животным миром, то есть здесь построена, можно сказать, целая работающая экосистема. Мод Uncharted Mushrooms это небольшой мод, который у нас с вами добавит больше полезностей для гигантских грибов и грибных островов, позволяя создавать из них новую мебель, доски и различные полезные предметы. Мод Buzzerbis это на первый взгляд совсем небольшой мод, который значительно расширяет пчелиные обновления, добавляя новые вариации ульев, возможность ловить насекомых в бутылке, а также кучу-кучу-кучу новых декоративных и полезных предметов. Мод Neapolitan это небольшой мод от команды MC Abnormals, который добавит два новых растения, это клубника и ваниль, а также различные десерты, которые из них создаются. Мод Fruitrice это небольшой мод, который добавит 10 новых дикорастущих фруктовых деревьев, на которых вы можете находить новые плоды фруктов, а также ягод. Мод Pickle Twix это совсем небольшой мод, который введет некоторые новые полезности, например, разделение угля на более мелкие части, снаряжение из изумрудов и кремния, магниты, очки ночного видения, а также мультиинструменты. Мод Bamboo Blocks это замечательный небольшой мод, который у нас с вами добавит новую разновидность досок из бамбука, а также очень красивые джунглевые факелы, которые можно ставить прямо на листве. Моб Just Mob Heads добавляет у нас с вами возможность дропа голов со стальных ванильных майнкрафтовских мобов, а не только со скелетой сушителя. Несмотря на то, что это не индустриальная сборка, без мода Iron Chess здесь все равно не обошлось, и этот мод у нас с вами добавляет новые улучшенные сундуки, в которых будет храниться намного больше вещей. Мод Savage and Dravage это совсем небольшой мод, который добавляет очень много крутых изменений к ванпостам пиладжеров, а также к криперам. Также он изменяет механику призыва рейда путем поджигания знамени. Мод Seeker Compass это мод, который добавляет всего лишь один предмет, Окоискатель, а это специальный компас, при помощи которого можно создавать своеобразные вейпоинты прямо на каких-то определенных живых существах, и тем самым их не терять. Мод Fruitful это совсем небольшой мод, который введет одно новое и очень важное изменение. Теперь фрукты больше не будут дропаться просто-напросто из листвы дубов, они будут вырастать прямо поверх них. А также на других ванильных майнкрафтовских деревьях будут появляться новые разновидности фруктов, к примеру, на джунглевых апельсины. Многих всегда раздражало то, что при поедании сладких ягод вы можете случайно их посадить на землю. Так вот, мод Berry Good это исправит, и теперь для этого будут требоваться косточки сладких ягод. Учитывая, что появилось множество новых биомов, которые можно исследовать, я добавил также мод Extra Boats, который добавляет у нас несколько новых видов лодок, среди которых супервместительная, лодка с печкой, а также лодка с сундуком. То интересно, этот мод поддерживает все моды, которые установлены на этой сборке, поэтому лодок тут разновидностей будет огромная куча. Мод Extra Armors добавит в игру множество новых сетов брони, которые выполнены из ванильных майнкрафтовских блоков, и очень хорошо вписываются как по балансу, так и по внешнему виду в игру. Учитывая то, какие с модом Quark у нас огромные темные пещеры, мод под названием Torch Bow здесь просто незаменим, потому что он добавляет лук, который будет при попадании в блоки размещать факелы, и кстати говоря, можно стрелять не только обычными факелами, но и мультифакелами, и это будет освещать намного-намного лучше. Следующий мод у нас это The Undergarden, глобальный мод, который добавляет одно новое измерение, выполненный во многом в стиле ванильного майнкрафта, и было добавлено на эту сборочку только ради того, чтобы принести вам новый опыт в исследовании мира. Мод сам по себе достаточно хорошо сбалансированный, и имеет большое количество контента. Чтобы попасть в это измерение, вам потребуется катализатор с вот таким рецептом, а также форма портала в ад просто из каменных кирпичей из майнкрафта. Мод Damage Tilt это совсем небольшой визуальный мод, который будет изменять качание камеры, потому что оно теперь будет физически подвержено тому, с какой стороны вас атакуют. То есть если меня атакуют слева, то я буду подергиваться слегка более вправо, если атакуют спереди, то слегка более назад и так далее. Мод Nature или Charged Creepers добавляет всего лишь одну фишку криперам. Это то, что теперь с очень редким шансом у нас с вами криперы могут появляться сразу заряженными. Мод Zombie Horsepawn у нас с вами добавляет спаун зомби-лошадей в мире, и на них верхом могут появляться зомби. Мод Justine of Items это один из самых полезных модов за всю историю Майнкрафта, потому что он у нас с вами добавляет специальную панель, в которой можно будет узнавать рецепты как из ванильного Майнкрафта, так и из других модов, и в случае, если у вас разрешены читы, то вы давать эти предметы. Мод Apple Skin будет отображать информацию о вашей сытости и насыщении, которые у вас есть на данный момент, а также о том, что какие характеристики будет иметь какая еда, или на Майнкрафта, так и из других модов. Мод Хвила, Хвайла, не знаю, как он правильно читается, так или иначе, этот мод очень крутой и просто незаменимый, потому что он показывает информацию в верхней части экрана о том, на что мы сейчас смотрим. К примеру, сейчас я смотрю на Дерн из Майнкрафта, а вот сейчас на Железную Руду, и у нее даже подписано то, какой требуется уровень кирки, для того, чтобы добывать эту самую руду. Работает это не только на Майнкрафтовские блоки, но и на блоки из всех других модов. А также этот мод будет показывать информацию о мобах, из какого они мода, а также их название, и какое у них количество ХП. И на этом первая версия моей сборочки себя исчерпывает, потому что все остальные моды, которые здесь у нас с вами присутствуют, это дополнительные моды, которые служат только для работы определенных модов, которые у нас здесь есть. Надеюсь, что сегодняшнее видео вам понравилось, и вы захотите опробовать мою сборочку. Напоминаю, что доступна она у нас с вами по ссылочке в описании. Всем огромнейшее спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте лайкать, подписываться, а также обязательно писать свое мнение в комментариях. Для меня это очень важно, и это очень сильно стимулирует меня на создание нового контента по Майнкрафту для вас, ребятки. И на этом мы прощаемся, всем удачи, увидимся в следующем видео. Всем пока!